Костер, чай и вчерашняя картошка мариупольцы продолжают готовить на костра в то самое время, когда сын самоназванного мэра с россиянами продают дельцам гуманитарку. Сюрреализм, как он есть. Так жизнь в оккупированном Мариуполе охарактеризовал советник мэра города Петр Андрющенко. С приходом русского мира в Мариуполь местные выживают, как в средневековье. Из-за отсутствия водоснабжения в домах ходят за водой к ручьям, а из-за нехватки еды гуманитарки устраивают голодные бунты. Люди не могут, а все хотят получить паёк. Тем временем российские захватчики вместо необходимой еды раздают украинцам пропагандистские газеты, готовят массы к референдуму, а еще объявляют масштабную стройку, чтобы восстановить разрушенный имидж город к холодам. Первым достижением стала установка светофора на дороге. Реальную картину катастрофической ситуации в городе показывают мариупольские дети. Вот в таких условиях им приходится жить и, возможно, придется зимовать. Вот только первый этаж, по-моему, один целый. Так все полностью сгорело. Вот представляете, вы знаете, сколько людей на это копили? Вы знаете, сколько квартир стоит? Там еще ремонт, а всякие бабушки, дедушки, которые копили это. Однако захватчики действуют иначе. Руины Мариуполя прикрывают строительными лесами. Так сделали с драмтеатром, но и тут фантазия пробила дно. На месте гибели сотни украинцев, оккупанты установили сцену, чтобы провести концерт для коллаборантов по случаю Советского Дня города. Праздничный салют. Все это похоже на то, как насильники-убийца устраивают вечеринку для родных жертвы на месте преступления. Сюр. Дикий сюр. И после прекращения боевых действий в Мариуполе россияне продолжают грабить город. Большинство квартир вскрыты и разграблены. Окупанты даже украли фонтан, который украинские власти планировали установить в Мариуполе этой весной и привезли его в так называемую ДНР, в оккупированный с 2014 года Харциск. Вывезли из оккупированного Мариуполя и часть троллейбусов, отправили их в так называемую ДНР обслуживать Донецк. Теперь мариупольцам приходится часами стоять на остановках, пытаясь влезть в общественный транспорт. Огромные проблемы у населения и соц. выплатами. Уже пять месяцев не получаем пенсии. Можете представить, как могут пенсионеры выжить в таких условиях? Именно хаос, разруха и отсутствие легитимной власти привело к ухудшению криминогенной обстановки, деля территорию и власть в Мариуполе пособники оккупантов. В городе регулярно взрывают машины и устраивают перестрелки. Однако Киев подчеркивает, Мариуполь – это Украина, и власти города рассчитывают на деоккупацию в течение 2023 года. Уже сегодня в Мариуполе активизировались силы сопротивления. Украинцы рисуют букву «И», чтобы выразить свое недовольство оккупацией. Тренд уже вышел за пределы Украины и активно распространяется в англоязычной среде. Буква «И» есть в слове «Украина». Сегодня буква «И» стала символом сопротивления украинцев на оккупированных территориях Украины. В Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях, в Крыму и Мариуполе. Эту букву рисуют на тротуарах этих городов, демонстрируя россиянам, что эта земля им не принадлежит. Показывая им, что это Украина, и оккупированные города принадлежат Украине. После появления по городу символов «И», оккупанты приступили к разыскным мероприятиям, но силы сопротивления ответили насмешками. А оккупанты, пытавшиеся ловить мариупольских партизан, подорвались на собственных минах. Продолжение следует...